Она променяла чернила на компьютерную мышь. Руководитель клининговой компании Марина Найманова отправляет отчеты в пенсионный фонд, налоговую службу, органы статистики и социального страхования, не выходя из офиса. Подтвердить подлинность электронных документов ей помогает вот эта флешка. На ней индивидуальный код, цифровая подпись, присвоенная компании. Мы сейчас очень долго сидим в очередях, и в налоговой, и в пенсионном, и в фонде социального страхования. И вот время, экономия времени, самое главное. Поэтому электронная подпись замечательна тем, что экономит время. До последнего времени цифровая виза оставалась привилегией юридических лиц. Участь остальных томится в многочасовой очереди. Новый же закон об электронной подписи призван уравнять в правах первых и вторых. В Иркутском отделении Росреестра к нововведению отнеслись положительно. Говорят, когда появился электронный документ оборот для коммерческих организаций, очереди сократились в разы. Подавая нам документ, подписанный электронной цифровой подписью, граждане, заявители не тратят время непосредственно на нахождение у нас в управлении, могут это сделать, находясь у себя дома, либо в офисе. Чтобы претворить закон в жизнь, в Иркутской области будет создан Совет по информатизации. Его работа начнется в мае. Новый орган будет заниматься внедрением цифровых технологий в сфере государственных услуг. На реализацию проекта запланировано 4 года. Вопросами ценообразования займутся федеральные власти. Им предстоит определить, сколько россияне готовы потратить на цифровую визу. Сейчас средняя стоимость флешки с электронной подписью для юридических лиц составляет 6 тысяч рублей. Анастасия Зверькова, Николай Крупченко. Новости сейчас.